Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня и в начале коротко о главных событиях дня. Добрый вечер! Добрый вечер! В ходе совещания председатель правительства Эрик Пухаев отметил, что проверочные мероприятия со стороны Федерального министерства помогают эффективнее использовать средства, выделяемые Россией на развитие Южной Осетии. Пухаев указал и на необходимость четко следовать положениям регламента МПК по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Южной Осетией. К другим новостям. Завтра Осетия отметит юбилей Коста Хитогорова. Масштабные мероприятия пройдут в селе Нар. Празднование дня рождения Коста Хитогорова посетит и президент Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов. А 16 октября по случаю юбилея поэта в Госдрамтеатре имени Коста Хитогорова в Южной Осетии пройдет торжественное собрание общественности. К памятнику Коста в центре Цхимвала возложат цветы. Приятная новость для жителей микрорайона БАМ. В начале следующего года начнется ремонт улиц. До сих пор возможности их благоустроить не было. Меры, которые предпринимались до этого, результаты не дали. И теперь будет проведен капитальный ремонт. Репортаж Стеллы Бязровой. Уже в 2020 году жители микрорайона БАМ будут ходить по благоустроенным улицам. К капитальному ремонту приступят уже в начале следующего года. Жители микрорайона долгие годы обращались во все профильные ведомства. За решением проблемы, однако, очереди до них пока так и не дошла. Как они рассказали, уже и не верится, что больше не придется ходить по лужам. Мы уже и не надеемся, что проблема решится. Вы бы видели, что здесь творится в дождливую погоду. Элементарно не можем дойти до детского сада. Невозможно выйти и прогуляться с маленькими детьми на колясках. Столько лет мы мучаемся. Городские власти по мере возможности старались решить проблему. Проводили ямочный ремонт, выравнивали, обсыпали щебнем. Однако сразу же после проливного дождя их просто смывало. В столичной администрации отметили возможности капитально отремонтировать улицы в микрорайоне у них не было. В 2020 году в рамках инвестпрограммы будет благоустроен микрорайон БАМ. Администрация города Схинвал была в курсе всех проблем по благоустройству в этом районе. Но не было средств и возможностей, чтобы капитально благоустроить микрорайон. Но сейчас район внесли в инвестпрограмму и в следующем году будет благоустроен микрорайон. За последние годы благоустройству столичных улиц уделяется особое внимание. Только в этом году в эксплуатацию будет сдано 8 улиц. Можно с уверенностью сказать, в ближайшем будущем в городе не останется ни одной неблагоустроенной улицы. Агунда Губозова, Ригина Черткоева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. Замена кровли долгое время остается одной из самых актуальных проблем жителей нашей республики. Сейчас работы ведутся в Знаурском районе. Наш корреспондент Алена Утаева побывала в частных домовладениях. В Южной Осетии продолжается замена кровель частных домовладений. В Знаурском районе одновременно ведутся работы по замене крыш в нескольких домах. В Семя Тедеевых из села Фарнакау приобрела дом. Были проведены ремонтные работы. Однако в результате короткого замыкания электропроводки половина двухэтажного дома сгорела. Мы обратились в партию «Единная осетия». Они быстро отреагировали на нашу просьбу. Закупили необходимые стройматериалы. Мы снова приступили к восстановительным работам. Хотим выразить благодарность за оказанную поддержку. Многолетняя проблема семьи Гагиевых из села Цахина тоже решается. Работы по замене кровли идут активными темпами. Кровля дома в течение долгих лет протекала. У семьи не было возможности отремонтировать её своими силами. Мы благодарны тем, кто оказал нашей семье такую поддержку. Кровля дома была в трещинах. Я живу с сыном. И у нас не было возможности своими силами закупить стройматериал. Новый глава Знаурского района Суслан Хубаев отметил, что за счёт средств партии «Единая осетия» заменены кровли в пяти частных домовладениях. У нас в планах силам и администрации отремонтировать кровли частных домов ещё пяти семян. Работаем в этом направлении. Изучаем вопросы, связанные с условиями проживания жителей. Суслан Хубаев также подчеркнул, что будут всячески поддерживать тех, кто на самом деле нуждается в улучшении жилищных условий. Сегодня современному человеку трудно представить свою жизнь без сотового телефона. Не так давно в республике появилась возможность пополнить счёт мобильного телефона через терминалы. Это очень удобно, но там взимается комиссия 6%. Поэтому самым выгодным способом по-прежнему остаётся оплата сотовой связи в офисах «Мегафон». Роза Тедеева с подробностями. Новый способ оплаты услуг связи становится всё более популярным. Во многих местах установлены специальные терминалы. Теперь в любое время суток можно пополнить баланс мобильного телефона. Этот способ стал наиболее приемлемым и по той причине, что недавно компания «Мегафон Южная Сетя» отказалась от карт оплаты номиналом в 100 и 150 рублей. В обороте остались карточки номиналом в 300, 500 и 1000 рублей, что не всегда удобно. Не каждый абонент может себе позволить пополнить баланс на такие суммы. Вместо этого сотовый оператор ввёл новый способ оплаты услуг связи через терминалы пополнения счёта. Эти терминалы установил интернет-провайдер «Югтелеком». Через них пользователи имеют возможность оплачивать услуги кабельного интернета. Мы заключили официальный договор с компанией «Югтелеком». И по условиям этого договора через 38 терминалов, которые находятся практически на всей территории республики, каждый абонент может оплачивать услуги связи. Ими можно воспользоваться круглосуточно, абсолютно в любое удобное для вас время. Они находятся во всех общественных местах, во всех крупных торговых точках. То есть не только на территории города Цхимвал, но и во всех районах республики. И я думаю, со временем их станет ещё больше. Следует отметить, что в терминалах за пополнение баланса взымается комиссия. Она составляет 6%. К примеру, если вы пополняете счёт на 100 рублей, то на баланс зачисляется 94 рубля. Несмотря на то, что терминалы являются наиболее современным способом оплаты, всё же самым удобным методом можно воспользоваться в самих офисах компании «Мегафон». Здесь за оплату связи не взымается комиссия. Роза Тедеева, Александр Кокоев, информационный выпуск сегодня. Технофест – фестиваль инноваций прошёл в Севастополе. Школьники Южной Осетии не просто принимали активное участие в мероприятии, но и были признаны лучшими в различных номинациях. Наш корреспондент Агунда Губозова продолжит тему. Учащийся гимназии «Альбион» Андрей Гучмазов стал победителем фестиваля инноваций «Технофест». Юные исследователи и изобретатели из 30 регионов России, в их числе и ребята из государства Алания, проводили исследования и придумывали свои решения по актуальным проблемам города Севастополя. Участники фестиваля работали по пяти актуальным направлениям. Они представили проекты по здравоохранению, туризму, образованию, экосистеме города и общественным городским пространствам. Все участники от Южной Осетии показали прекрасные результаты. Наш проект помогает предотвращать различные чрезвычайные ситуации. И, возможно, именно из-за этого наш проект победил. Нам дали победу в номинации «Самое технологическое решение», но и также в целом победу в кластере «Экосистема города». Юные ученые серьезно подошли к разработке проектов. За 10 дней они нашли решение по актуальным проблемам севастопольцев. По словам Андрея Гучмазова, проект практически готов к реализации. На его осуществление будут выделены финансовые средства. Мы можем передавать уже администрации Севастополя, чтобы они расставили эти датчики в одном девятиэтажном доме. Как раз наш проект, план на полгода был такой – расставить в нескольких домах и уже посмотреть результаты. Если чрезвычайных ситуаций стало меньше, то можно установить уже на весь город. Еще один участник от Южной Осетии Максим Засеев вошел в команду, которая подготовила проект в сфере образования. К примеру, если у нас есть учебник по истории, и там тема «Доисторические времена». Мы выучили параграф, потом с помощью нашего приложения отсканировали текст, и у нас открывается маленькая игра в дополненной реальности. Сделали так, чтобы там была маленькая локация. Тут жилище людей, тут, к примеру, водоем какой-нибудь, тут лес. Нам надо будет взаимодействовать с этими предметами через телефон. Наш проект не взял главный приз, а взял приз в номинации за лучшую интеллектуальную систему для обучения и самообучения. Команда Константина Джоева изучала проблемные вопросы севастопольцев в сфере здравоохранения. Мы провели такое, знаете, полевое исследование, и во время этого исследования мы выяснили, что большинство детей не знают, как работают врачи. И когда они выбирают как раз таки в возрасте 16 лет свою будущую профессию, они не видят среди этих профессий врача. И вследствие этого интерес к профессии падает. Мы решили популяризировать профессию при помощи мобильного приложения. В подготовке проекта в сфере экосистемы также активное участие принимал ученик девятой школы. Сармат Устаев разработал проект улучшения мониторинга над дорожным полотном и был признан самым проработанным проектом по всем деталям. Агун Дагубу заводит Багаев. Информационный выпуск. Сегодня. В Сочи на площадке оздоровительного комплекса «Дагомыс» с 10 по 13 октября проходил второй международный конкурс-фестиваль искусства и творчества. На Гранд Сочи нашу республику представил народный ансамбль «Амунд» при управлении культурой администрации Цхимвальского района. «Амунд» очередной раз стал обладателем гран-при и первого места. Репортаж Ирины Бетивой. В фестивале искусства и творчества ансамбль «Амунд» принимает участие второй раз. И не безуспешно. «Амунд» практически со всех конкурсов приезжает с высокими оценками. И на этот раз благодаря безупречному исполнению танца «Симт» ансамбль получил первое место. Но наряду с этим коллективу удалось заполучить гран-при конкурса в номинации «Народный танец» за исполнение горского танца. «Конкурс начался 11 октября. Для выступления были созданы все условия. Представили мы два танца – «Симт» и «Горский». «Симт» получил первое место, «Муа-Гран-при» получил «Горский». Участие в конкурсах позволяет раскрыть потенциал коллектива. Они выкладываются по максимуму, стараются показать танцевальное мастерство на высшем уровне. «Более ста номеров было на конкурсе. Мы выступали под сотым номером. Конкурсная программа была самой разнообразной. Были такие номинации, как академическое пение, эстрадное пение, эстрадные и стилизованные танцы. Представляли различные. Из такого многообразия выступлений только четыре коллектива получили гран-при». Копилка наград снова пополнилась, и этому, конечно, рады. Но, как отметил начальник управления культуры администрации Схимальского района Ростик Гоглоев, ансамбль в скором времени пополнится молодыми танцорами, так как многие из ансамбля были приняты в государственный ансамбль «Сим». И потом уже с новыми силами, обновленным репертуаром, амут предстанет перед зрителем. Ирина Витя, Азамат Кудзев, информационный выпуск сегодня. Работает, не покладая рук. Юго-Осетинский дизайнер Хох Бекоев не устает представлять свои коллекции на различных конкурсах и фестивалях. И у него есть на то все основания. Его работы завоевывают призовые места на конкурсах. Не раз Хох Бекоев признавался лучшим дизайнером, получал гран-при. В этот раз модельер стал лучшим в номинации «Профи» на конкурсе в Сочи. Дизайнер Хох Бекоев занял первое место на 15-м международном конкурсе молодых дизайнеров и моделеров «Подиум-2019». В номинации «Профи» Бекоев получил диплом первой степени. На суд-жюри он представил модную коллекцию под названием «Модный отряд». С гордостью участвую от Южной Осетии, потому что когда объявляют на подиуме Южная Осетия, участники из Южной Осетии. Для меня это бывает очень рад, потому что я могу заявить о своей республике еще и на таких площадках в мире моды. Коллекцию у гасетинского дизайнера высоко оценил председатель конкурса «Международный аналитик моды», соучредитель Национальной академии индустрии моды Москвы Александр Хилькевич. Он считает, что у молодого дизайнера большой потенциал. Все было удачно, и ассортимент, как он был выстроен, достаточно большая коллекция, и как проработаны детали, как раскрыта тема, как она была замикширена с аксессуарами, очки использовались и другие детали. Очень удачная коллекция. На празднике моды свои работы представили молодые дизайнеры из 19 городов России. В жюри конкурса авторитетные представители модной индустрии. Ранее коллекция молодого дизайнера уже успела получить несколько наград на различных конкурсах. Международный конкурс «Подиум» – один из самых авторитетных, открытых и доступных для всех начинающих дизайнеров, кто хочет получить достоверную и непредвзятую оценку своих работ. Анжела Кукоева, Олимбетев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Поехать в международный лагерь «Артек» сейчас, как и много лет назад, мечтает, пожалуй, каждый ребенок. У детей Южной Осетии такая возможность есть. Активные школьники нашей республики, которые отдыхали в «Артеке» и уже вернулись, поделились своими впечатлениями с нашим корреспондентом Оксаной Дьюевой. Третий год подряд самые активные и успевающие дети из нашей республики едут отдыхать в «Артек». «Артек» – это крупнейший международный лагерь, куда ежегодно съезжаются дети не только из России, но и со всего мира. Возможность отдохнуть в «Артеке» есть и у детей со всех школ Южной Осетии. Для этого нужно хорошо учиться, заниматься спортом и быть активистом. У нас поездка начинается с чего? Мы получаем приглашение. Мы составляем списки детей со всех школ республики. Хочу спасибо сказать руководству республики, президенту лично Анатолию Ильичу, который очень внимательно относится к воспитанию, к отдыху и вообще ко всем сферам нашей школы, нашим детям. И благодаря ему, конечно, наши ребята побывали в «Артеке». В Крыму дети провели три недели, участвовали в различных конкурсах, олимпиадах и фестивалях. Они вернулись на родину с массой положительных эмоций. Не очень там понравилось. Нас тепло приняли, проводили разного рода экскурсии. Мы остались очень довольны. Хотелось бы еще раз побывать в этом прекрасном месте. У нас был фестиваль по диджейскому профилю. Мы заняли второе место и очень рады этому. Нас отвезли в старый город. В этом городе крестили князя Владимира. Также мы посещали различные музеи, видели много интересных экспонатов. Мне очень понравился прекрасный город Севастополь. Я участвовала в нескольких конкурсах и получила два диплома. Каждый год возможность отдохнуть в самом знаменитом лагере есть и у детей из малоимущих семей и детей-сирот. Я благодарна Министерству образования. У меня трое сирот. Мою дочку отправили в Артек. Дети вернулись довольными, отдохнувшими и счастливыми. В Министерстве образования заверили, что и в дальнейшем у наиболее отличившихся учеников будет возможность отдохнуть в Артеке. Оксана Джоева, Сармат Гузитаев, КТРК ИР. Информационный выпуск. Сегодня. А сейчас узнаем, что происходит в мире спорта. В поселке Цзао завершился турнир по самбо и вольной борьбе. Мероприятия были посвящены памяти бывшего командира ОМОН, мастера спорта СССР Таймура Засиукаева. Подробности в репортаже Батра Захурева. В первый день соревнования проходили по самбо, а во второй день по вольной борьбе. В турнире приняли участие как борцы Южной, так и Северной Осетии. Интересными получились соревнования и по вольной борьбе. За медали боролись спортсмены из Цхинвала, поселка Цзао, Аллагир и Квайса. Всего 110 юных борцов. Соревнования стали ежегодными. В них принимают участие борцы как из Заусского района, так и из Цхинвала. Ежегодно к нам приезжают борцы и из Аллагира. Борясь друг с другом, они развиваются. Такие соревнования сильно влияют на подготовку юных борцов. Подобные соревнования нужны еще для того, чтобы помнили имена таких людей. Имя Таймура Засиукаева должны помнить и наши, и будущие поколения. Схватки проходили в актовом зале поселка Цзао. По словам тренеров, турнир всегда проходит на высоком уровне и помогает юным борцам повысить свое мастерство. На этот турнир приезжаем уже второй раз. В прошлом году нас пригласили и нам очень сильно понравилось. Для детей сделали хороший праздник. И вот мы решили поприсутствовать в этом году опять. Нам очень нравится, как турнир организовывается. Я сам лично не знал Сьюкаева, но по словам его друзей, это был очень хороший человек. И дай Бог здоровья его друзьям, которые не дают забыть его имя. Среди почетных гостей турнира известный в прошлом борец Виктор Зангиев, которого в мире знают как рестлера. Интересен тот факт, что прототипом Зангиева стал персонаж в видеоигре «Стритфайтер» под именем Зангиев. Эти ребята делают первые шаги в своей жизни. И мы когда-то эти первые шаги совершали. Они переступили через себя, они нашли какой-то свой путь в жизни. И мы просто их должны поддержать. Мы взрослые, те люди, которые имеют отношение к этому спорту. Эти люди, как бы они окунулись в эту жизнь, они заболели этим, и это будет до конца жизни. Это будет их объединять, это будет, как бы, это самые лучшие воспоминания будут в их жизни. Титул самого яркого борца турнира достался Дзамбулату Булатаеву. И от семьи Таймураза Сивкаева он был награжден памятным подарком. Еще один специальный приз достался победителю в весовой категории до 68 килограммов Давиду Туаеву. В этом весе боролся и сам Таймураз Сивкаев. Батрас Хурьев, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. Далее в нашей программе прогноз погоды на завтра. В республике будет ясно. В Знаужском районе днем плюс 22, ночью плюс 8. В Дзауском районе днем 16 градусов тепла, ночью 7. В городе Квайса днем плюс 20, ночью плюс 6. В Ленигорском районе днем 21 градус тепла, ночью 7. В столице республики Цхинвален днем плюс 21, ночью плюс 9. На этом наша программа подошла к концу. Я Ольга Цхавребова. Благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова